Ее поднять, выполнить с ней в руках любой сложный технический элемент, мы знаем давно. С Катей Стрижаной у нее получается это очень-очень элегантно. Молодец, молодец, молодец. Куда садитесь? Сюда садись. Ну, во-первых, молодец. Первая часть вообще изумительно проехала. Боевым, красиво, молодец. Потом, знаю. Чуть-чуть. Но самое главное, я думала, сейчас развалится. Она говорит, знаешь, что-то села спина на этом движении, когда одна пошла. Собралась. Собралась и все сделала. То, что собралась и сделала, это больше, чем шесть. То есть ты переломила в себе эту историю. Думал, сейчас все, плывет. Не поплывала. Молодец. Я встала, у меня ноги на столе. Я слышу, как у меня ноги ходят. Молодец. Лешка, красиво. Екатерина Стриженова, Алексей Тихонов. Оценки за технику. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. Тридний балл. 6 баллов. Ровно. Оценки. Да, артистизм. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. Тридний балл. 6 баллов. Ровно. Общий балл. 12 баллов. Ровно. Я встала, что поставить 6-0, потому что ты одна делала. Ну что же, Марина, первый вопрос к вам. Великолепная актерская работа. Великолепная техника. Великолепная постановка. Есть что еще добавить? Нечего, Марат, добавить. Я поздравляю ребят. Я поздравляю Катеньку. Я представляю, как она. Зайка волновалась. Но у тебя такой партнер, Катя, что с таким партнером можно спеть любой чардаш. Очень хороший номер, очень продуманный, элегантный, без перебора. Я первый раз поставила все 6-0. Страшно, да? Я поздравляю вас, ребята. Спасибо большое, Марина. Валентий Николаевич, вы не в первый раз ставите все 6-0. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы знаете, я второй раз, Марат, я второй раз поставил 6-0, 6-0. Нафки с партнером и вот сейчас. Я думаю так, что вот, допустим, кто бы ни катался с Татьяной, ну, действительно, она заставит любого партнера чувствовать себя на льду так же, как она. И что касается, с другой стороны, что касается Алексея, с ним любая партнерша, ну, просто я считаю, что повезло Кате, что она катается с Алексеем. Потому что Алексей может на льду делать все. Поэтому я с огромным удовольствием поставил эти две шестерки. И я вообще, вот, знаете, настолько мне было приятно, что просто это сказка какая-то, когда Катя с Алексеем вот только вышли даже на лед. Я считаю, что это просто праздник для всех тех, кто смотрит и смотрел их выступление. И у меня вот вопрос к Яне. На прошлой программе уважаемый жюри просила всех участников подкармливать, чтобы получить хорошую оценку. Жюри подкармливать. И все подкармливали и получали хорошие оценки. Я так понял, что на этой программе наши участники решили запугать жюри при помощи холодного оружия. И это им тоже удалось. Яна, видимо, вас запугали. Нет, конечно, для воздействия на жюри можно попробовать все средства. На нас так просто не возьмешь. Я по другим соображениям здесь ставила оценки, честно сказать. У нас было с Катей интервью. И Катя на это интервью пришла с коньками за плечами. Это было полтора месяца назад. А теперь представьте, каждый день Катя Стриженова, прима Первого канала, красавица, мать двоих детей, ходит на лед и пашет, как лошадь. И это ей сейчас очень помогло. Поэтому, собственно, вот как-то так. Ну и, конечно, Алексей, пожалуйста, подумайте над изменением имиджа. И, конечно же, вам невероятно идут усы. Катя Антоновна, не знаю, удастся ли вам добавить ложку дегтя в этот замечательный номер. Были небольшие шероховатости. Но, вы знаете, не потому что не хотелось этого замечать, но это не стоило того, чтобы снять оценки. Потому что, во-первых, начало. Картинка. Правда, Марат? Потрясающая начало. В своей молодости я в такой картинке участвовала. Потом сразу мне понравилось, что со стола, конечно, к нему в руки и, конечно, в поддержку. И не просто рухнула, а пошла. Пошла. И дальше все было очень музыкально. Точно. Чуть-чуть выучено еще. Но ведь это первый раз. Это первое соревнование. Лед такой скользкий. И не боялась. И делала шаги. И делала шаги зубцовые. И делала шаги коньковые. И, конечно, с помощью Илюши. И Илюши. А почему нет? У нас такой проект. Те, кто катаются, помогают. И учат тех, кто не катается. Не трогай. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что у вас здесь будут большие успехи. Настоящие. Поздравляю. Поздравляю. И этот экзамен вы сдали блестяще. Ожидали такого результата. Был очень, очень трудный экзамен. Для меня, например, я встала на стол и слышу, как у меня стучат коленки, стучат сердце и стучат зубы. Я думаю, боже мой, как давно я не волновалась. Хотя премьеры и фильмы, и спектакли. Ну, это какое-то другое волнение. Потому что мне, честно говоря, было... Вот даже, Леша, прости, не перед тобой, а вот перед Ильей. Вот этот синдром отличницы. Думаю, боже мой. Человек столько сил вложил для того, чтобы научить меня чему-то. И я сейчас не соберусь и не сделаю. Потому что самое главное было сделать... Программа минимум была сделать так же, как на тренировке. Программа максимум была сделать лучше, чем на тренировке. Поэтому об оценках мы, естественно, не думали. Потому что это самое пагубное, что я должна быть... Ну, хотя сегодня первая на первом. Это неожиданно, это очень приятно. Но вот говорил... Прости, что я говорю. Ты сам мне говорил, надо дышать, дышать. Я даже... Я голос потеряла на этом проекте. Вот заговорила буквально вчера. На нервной почве просто. Потому что это новое дело, которым ты не умеешь заниматься. Тебя понимаю, как никто другой. Вот сейчас стою и ноги ездят. Но нам помогали все. Гадемина Сторонда. Если бы вы видели его на сцене... Это потрясающий, красивый человек, который умеет делать такие вещи, что ему просто не хватило времени. Вот через неделю он сделает... Я думаю, что будем за ним гнаться. Потому что он помог нам поработать с платком. Потому что мы-то рассчитывали на длинную юбку. Забыли о том, что в фигурном катании все короткое. Поэтому нечем было работать. Придумали этот платок. Все вот так на ходу. И у нас предложение к жюри каждую программу отмечать лучший костюм. Потому что художники по костюмам, они делают такую работу. Можете себе представить? 36 костюмов сделать, чтобы они не повторялись. Понимаете, вот эта зелененькая юбочка, вот эта вот, вот эта вот, извините, пожалуйста, она появилась в последний момент. Вот эти вот пайетки, которые здесь расшиты, вот просто девочки делали на ходу. Потому что увидеть нас вдвоем, это фантастическая работа. Производишь впечатление, что ты с чемоданчиком переехала жить на лед, забыв про семью и работу. С коньками, и сегодня муж пришел меня поддержать. И я увидела, как он волнуется, и мне еще страшнее стало. Где вы сидите? Рядом, рядом. Алексей, я думаю, что вам за меня сегодня не стыдно. Им за тебя гордо. Я вас поздравляю с прекрасным началом. Молодцы, удачи вам. АПЛОДИСМЕНТЫ